Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочин-Вакенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. В горах местами минус 3, минус 8. Днем плюс 14, плюс 19. И местами плюс 5, плюс 10. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 16, плюс 18 тепла. В Карачаевске прошел чемпионат Карачаева-Черкесии по вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного тренера России Азрита Лиджанкетова. Соревнования собрали сильнейших борцов со всех городов и районов республики, которые оспаривали звания лучших в 10 весовых категориях. О победителях и состязаниях в материале Ахмата Халкичева. Начало самих спортивных состязаний помимо официального открытия предварили и зажигательным хорейшим подарком от детской образцовой студии танца Таулу. В своем приветственном слове ведомстве министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агеров выразил благодарность Ургкомитету соревнований и лично Азрит Али Эржеповичу Джанкетову. А пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах депутат Народного собрания и воспитанник титулованного наставника Ренат Акбаев передал своему бывшему тренеру благодарность председателю республиканского парламента. С выходом первый пар борцов на ковер уровень спортивного азарта как самих участников, так и тех, кто приехал их поддержать, показал, что схватки предстоят упорные. Оно и понятно, если принять во внимание то, что по результатам этих состязаний и будет сформирована сборная Карачаева-Черкесии по вольной борьбе для участия на окружном чемпионате СКФО. Чемпионат республики собрал свыше 100 самых перспективных во всех 10 весовых категориях борцов. Весьма курьезной получилась финальная схватка в весовой категории 125 килограммов. Титул чемпиона пришлось оспаривать родным братьям и близнецам Кубановым, Рустаму и Руслану, которые представляли город Карачаевск. Соревнования прошли очень на высоком уровне, очень все понравилось. Удачно прошли для меня. В финале боролся с братом, его выиграл. Неоценимый вклад Азриталия Рыжеповича в развитие вольной борьбы в нашем регионе отмечали и коллеги Махтитова-наставника. Делу воспитания подрастающего поколения он посвятил полвека жизни и взрастил не один десяток именитых борцов. Он 50 лет на ковре, воспитал пледа чемпиона. Это насколько здоровье оставил, сколько пользы принес, сколько людей воспитал достойных, которые приносят людям пользу. Хочется пожелать нашим ребятам успеха на предстоящем первенстве Северокавказского округа. Победители чемпионата, помимо грамот и медалей, особо отметили и кубками Министерства фактической культуры и спорта Карачаева-Черкесия. Но без ценных призов и подарков, которые учредили воспитанники Азриталия Рыжеповича, не оставили и призера в состязании. Ахмат Халкищев, Рустам Кущетиров, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире.